Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. К празднованию 9 мая в городе готовится так же основательно, как 70 лет назад к овале Победу. Завершается благоустройство Парка Победы. Совсем скоро на пересечении проспекта Кирова и юных пионеров появится триумфальная арка. Приводит в порядок мемориалы и памятники. Запланирована и насыщенная культурная программа. Лариса Шалафаст подробнее. До празднования 70-летия Великой Победы остается чуть больше месяца. К началу мая улицы города украсят праздничные стяги и флаги. Все памятники и мемориальные таблички будут почищены. Завершится благоустройство Парка Победы. Работы здесь начались в прошлом году. Сейчас осталось отремонтировать гранитные ступени, обновить тротуарную плитку, спилить аварийные деревья. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил привести в порядок дорогу, которая проходит рядом с парком. Ямочный ремонт был выполнен. Бордюр открашен, ограждение дорожное, если оно есть. Все, в Дню Победы должно быть вычищено, вымыто. К началу мая завершится установка триумфальной арки в честь 70-летия Великой Победы. Монумент высотой 18 метров появится на пересечении проспекта Кирова и бульвара юных пионеров. Сейчас идет монтаж гранитных плит, затем специалисты начнут устанавливать бронзовые элементы. Все бронзовые элементы на сегодняшний день отлиты, находятся в городе Смоленск. Ориентировочно на 10 апреля запланирована доставка этих элементов на стройплощадку. И по мере доставки начнется монтаж. Установить триумфальную арку в честь юбилея Победы предложили самарские ветераны. Появление монумента станет для них настоящим подарком. Кроме того, участники войны и труженики тыла получат в подарок юбилейные медали. Основные торжества развернутся в парках и на площадях города 7, 8 и 9 мая. Звучать песни военных лет будут в исполнении духовых оркестров. Свои выступления готовят и творческие коллективы школ города. Запланирована акция «Вальс Победы». Также в праздничные дни всех самарцев будут угощать солдатской кашей. 18 площадок полевой кухни развернутся во всех районах города. Глава администрации Олег Фурсов поручил темпы подготовки к празднику не снижать. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, События. Порядок города держит. Есть такая народная мудрость. Он же города бережет и украшает. Как воспринимают изменения самарцы и готовы ли сами поучаствовать в преображении города? С жителями разговаривала Анастасия Зубарева. С приходом весны Самара преображается. Задача на ближайшее время – привести город в порядок после зимы. Особое внимание уделяется подготовке к празднованию юбилея Великой Победы. Чтобы каждый самарец мог сказать – никто не забыт, ничто не забыто. Год – 70-летие Победы, особенный для всех россиян. Заметно преобразить города к этой дате – задача номер один. Благоустройство Самары и предстоящая генеральная уборка на личном контроле главы администрации. Олег Фурсов обращает внимание на проблемные участки и территории. Те, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Гостевой маршрут, видовые места, главные улицы, фасады зданий. Кстати, многие фасады в этом году будут отремонтированы, другие обновлены свежей краской. Однако в мэрии принято решение не ждать начала ремонтных работ. Облагораживать город начали всеми возможными способами. По поручению главы администрации Олега Фурсова установлены такие вот тематические баннеры ко Дню Победы вдоль Новосадовой. Они и город украшают, и настроение задают праздничное. Эту новую идею самарцы оценили. Это в первую очередь попадается на глаза молодому поколению, и где-то отражается в душе, внутри, и это воспитывает. Потому что уже пару-тройку поколений, они просто забывают, что это такое. И данное мероприятие, подобное даже рода рекламного характера, имеет большое значение и большую роль. С этим достойно, красиво. Молодежь будет, дети будут больше знать красиво. Это нормально. Больше рассказывать, конечно, нужно. Может быть, даже портреты повесить и небольшую историю жизни о Великой Отечественной войне. Украшает наш город и становится намного престижнее и упоминает о Победе 70-летней. Если в душе есть ощущение праздника, есть ощущение приближающейся годовщины Победы, тогда и будет праздник. Жители Самары готовятся принять участие в праздновании 9 мая. К Великому дню равнодушными не останутся. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Городская общественная палата предложила создать общественные советы в каждом микрорайоне. Эти объединения будут рекомендовать районным советам депутатов, какие проблемы необходимо решать в первую очередь, на что обратить наибольшее внимание. Власть в Самаре должна быть максимально приближена к людям. Об этом в своем послании говорил губернатор Николай Меркушкин. Одна из главных задач сегодня – привлечь к управлению городом самих жителей. Общественная палата Самары выступила с инициативой создать в каждом микрорайоне города общественный совет, члены которого будут детально обсуждать проблемы конкретных дворов, домов, жителей, выходить к властям с инициативами. Всего таких общественных советов будет 85. В каждый войдут около 30 человек. Общественный совет микрорайона определяет, знает и состоит он из тех людей, общественных организаций, которые живут на этой территории. Следовательно, на этой территории возникают какие-то вопросы. Ну, скажем, решение которого зависит от администрации. Они принимают свои решения, направляют его в администрацию. Или какие-то другие вопросы, связанные с благоустройством территории, тут местные, во своем дворе. В советы микрорайонов может попасть любой самарец, если его кандидатуру поддержат жители. Либо общественные организации, либо ТОСы, советы МКД, либо трудовые коллективы. Пункты приема таких заявлений начнут работать в районах уже с четверга. Важнейший шаг – это создание действительно эффективных общественных советов, которые существуют неформально, существуют из людей активных, которые озвучивают проблематику, их власть должна слышать и принимать соответствующие решения. Проект «Положение об общественных советах микрорайонов», который сегодня одобрила городская общественная палата, будет опубликован в четверг. Общественные советы станут одной из составляющих новой системы местного самоуправления в Самаре, которая призвана приблизить власть к людям и повысить ее эффективность. Мы должны стать моделью развития местного самоуправления, вероятно, для большинства субъектов Российской Федерации, где действительно стоит задача повысить уровень народовластия. И в этой связи возникает еще очень важная задача, важнейшая задача, связанная с тем, чтобы в состав районных советов пришли люди, действительно представляющие интересы трудовых коллективов. Общественные советы в микрорайонах должны появиться уже в начале апреля. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. Проблему нехватки дворников до конца недели должны решить управляющие компании. Такие жесткие сроки обслуживающим организациям поставил первый вице-мэр Владимир Василенко на еженедельном совещании в городском департаменте ЖКХ. В настоящее время город нуждается в дворниках. Сейчас штат укомплектован на 75%, а работы по уборке территорий становится только больше. Плюс внимание и повышенные требования городские власти предъявляют и к качеству работ. В отдельных управляющих компаниях дворники зарабатывают до 13 тысяч рублей. При условии обслуживания сразу нескольких участков, но при большом объеме работ зачастую страдает качество. Управляющим компаниям предложили также рассмотреть возможность работы с аутсорсинговыми компаниями, которые могут предоставить работников. Поэтому на эту тему говорить у нас нет дворников, мы не можем набрать, или у нас неукомплектованность. Тема должна быть закрыта. Другого не будет. И подхода другого не будет. Чтобы горожанам не приходилось опустошать прилавки магазинов, торгующих резиновыми сапогами в городе, продолжается работа по очистке ливневой канализации и откачке талых вод. В прошлом году в Самаре было очищено 60 километров ливневой канализации и более тысячи дождеприемных колодцев. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Улица Советской Армии. Вход в парк имени Гагарина. Буквально пару лет назад это место весной превращалось в море. Ливневок здесь просто не было. Проблему удалось решить. Специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы» построили 11 смотровых и 6 дождеприемных колодцев. Проложили новый трубопровод. Причем канализацию провели закрытым способом путем прокола грунта. Сеть прошла через улицу Советской Армии. Теперь этот объект можно долгое время эксплуатировать без капитального ремонта. Контроль за скопившейся водой ведется и на внутридворовых территориях. Работа идет круглосуточно и при необходимости график корректируется. За движением техники постоянно следит система ГЛОНАСС. Уже в этом году проблема схода воды была решена на 16 объектах, информация о которых поступала в диспетчерскую службу и от жителей города. Фиксируются все обращения, отрабатываются. Если необходима откачка дождевых вод, производится откачка. Если есть проблемы по существующим сетям дождевой канализации, по улицам, которые оборудованы дождевыми стоками, соответственно, все это берется на контроль. Ежедневная ситуация мониторится, соответственно, все обращения, ни одно обращение не остается без отработки. Откачивают воду и на проезжей части. Одним из проблемных объектов считается дорога на улице Карла Маркса в районе Самарской ТЭЦ. Раньше здесь каждую весну было половодье. Теперь скапливающаяся вода откачивается в круглосуточном режиме. С начала года отсюда было вывезено почти 2000 кубов. Работа проводится совместно с МП благоустройства. На данный момент на участке дежурит 4 специализированных автомобиля-бойлера, которые откачивают воду. Два в день, два в ночь. То есть круглосуточно это 4 автомобиля. Дежурит бригада воезная, которая систематически постоянно проезжает, просматривает участок дороги на предмет скопления воды и, соответственно, уже принимает решение, как часто бойлеру приезжать, откачивать воду оттуда. Тем временем в городе продолжается и работа по очистке сетей дождевой канализации протяженностью 350 километров. В прошлом году было очищено 60. Также было реконструировано 670 метров аварийных коллекторов и отремонтировано 1200 дождеприемных колодцев. Павел Бимаков, Константин Головин. События. Получение качественных услуг напрямую зависит от своевременной оплаты коммунальных платежей. Общий долг жителей за услуги ЖКХ перед компанией ЖКС – около 500 миллионов рублей. На просьбы погасить задолженность далеко не все жильцы реагируют вовремя. Когда деньги вылетают в трубу, считают в ЖКС, на нее нужно ставить заглушку. 70 тысяч рублей задолжали за год жильцы одной из квартир 116-го дома по улице Дыбенко. Просьбы управляющей компании погасить долг оставались без внимания. Пришлось прибегнуть к крайней мере – поставить заглушку на водоотведение. Сейчас процент оплат, порядка 90%. По остальным, соответственно, не сразу устанавливается заглушка, проводится работа, часть людей сразу оплачивает. А таких, до кого доходят заглушки, их уже значительно меньше. Ограничение водоотведения – достаточно технологичный процесс со стороны, он даже чем-то похож на медицинскую операцию. Длинный шланг опускается в трубу, своеобразную артерию дома. На конце этого шланга – аппарат сразу с двумя камерами, чтобы можно было найти источник болезни. Интересно, насколько такое лечение будет эффективно для неплательщиков. Остальные жители дома от таких радикальных мер не страдают. Заглушка становится коммунальной препоной только для самого должника. В управляющей компании советуют до крайних мер не доводить. Ведь теперь, чтобы снять заглушку, нужно не только полностью погасить долг, но еще и оплатить ее демонтаж. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События. Травмой закончился конфликт двух учеников 108-й Самарской школы. Стычка произошла в фойе учреждения и попала в объектив камеры. Сейчас запись находится в полиции. Использовать ее мы не можем, но нашему корреспонденту удалось ее просмотреть. Четвероклассник вместе с сестрой одевались, чтобы идти домой. К ним подошел пятиклассник. Завязалась словесная перепалка. Четвероклассник набросился на обидчика. Дети упали на пол, их тут же разняли взрослые. После чего четвероклассник попытался ввязаться в драку еще пару раз, но его остановили взрослые. Дети разошлись по домам, и только вечером мальчик-четвероклассник почувствовал себя плохо. В больнице выяснилось у него компрессионный перелом седьмого позвонка. Полиция проводит проверку по данному факту. На учителя физкультуры, после урока которого случился инцидент, наложены дисциплинарные наказания. Согласно инструкции, учитель проводил, он правильно проводил на первый этаж детей, но он должен был подождать, пока дети оденутся, и проводить их из школы. Но немножко задержка произошла, и видно прямо на всеми видеонаблюдения, как прозвучал звонок на следующий урок. Учитель не дождался, пошла на другой урок. Дошкольное образовательное учреждение Самары празднует заслуженную победу. 386-й детский сад стал победителем конкурса всероссийского рейтинга образовательных учреждений. Конкуренция была серьезной. За победу боролись более 3000 учебных заведений со всей страны. Но, как говорят руководители дошкольного учреждения, победу принесли золотые руки и фантазия. В детский сад за рецептом успеха отправился Павел Баймаков. Вот такая вот стружка остается после того, как вы поточили карандаш. Что же с этой стружкой делать? Нашли применение и дали вторую жизнь вот эти вот малыши, сделав из, казалось бы, мусора прекрасную поделку. Любой предмет может вдохновить на творчество. Малыши из 386-го сада в этом не сомневаются. Найти новую идею и воплотить ее в жизнь им помогают воспитатели, которым удается привлекать ребят к кропотливым занятиям в игровой форме. Мы сделали очень много поделок. Из пластилина, из стружек, из бумаги. А еще иногда мы делаем из ленточек. Мы с бабулей скручивали ленточки, а лепесточки мы брали зеленые ленточки и выжигали лепесточки по коробке. А потом мы с мамой приклеивали. Это я к празднику делал, чтобы воспитателям подарить. В фотографии поделок и рисунков в общей сложности более ста работ руководство сада отправило на конкурс всероссийского рейтинга образовательных учреждений. Он проходил в Санкт-Петербурге. Конкуренция была серьезная. В конкурсе приняли участие более трех тысяч учебных заведений со всей страны. Но Самарский сад не только не потерялся среди них, но и оказался в числе лучших и был награжден благодарственным письмом и медалью. Это в дальнейшем и пригодится, потому что вот пойти даже на любой день рождения, на любой праздник и поздравить даже своего друга, подружку или маму, бабушку, дедушку, они сделают своими руками поделку. Это будет самый дорогой и ценный подарок для любого. Впереди у ребят новый конкурс местного масштаба. Но оттого не менее волнующий. Ко дню победы дети готовят рисунки в подарок ветеранам. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. В каком дивизионе первенства страны играть в следующем сезоне 10-летним хоккеистом ЦСК ВВС решит Кубок по Волжье. Турнир на этой неделе собрал в Самаре 8 команд. Сейчас юные военные летчики сражаются за награды в менее мастеровитом дивизионе Б. Готов ли ЦСК ВВС поменять спортивную прописку, расскажет наш спортивный обзреватель. Недельный хоккейный марафон стартовал в Самаре за Кубок по Волжье. Для дивизиона Б сражаются 8 команд из Казани, Оренбурга, Кирова, Сарова, Набережных, Челнов и Самары. Перед 10-летними хоккеистами задачу тренеры поставили серьезную во что бы то ни стало выиграть Кубок. Пресс не только очередной спортивный трофей, но и пропуск в более мастеровитый дивизион А первенства страны. Цель и задачи всегда одни – побеждать. Сегодня, к сожалению, уступили. На этом турнир же не заканчивается? Не заканчивается, все еще впереди. Первая игра. Будем исправлять ошибки, разбирать игру и в новый бой. Самарская команда ЦСК ВВС готова поменять спортивную прописку, перейти из Б в А дивизион первенства страны. Уверены руководство клуба, тренеры и, самое главное, хоккеисты. За последний год в спортшколе поменялись директор и тренерский штаб. И сегодня спортсменов готовят к профессиональной карьере в континентальной хоккейной лиге. Созданный вертикаль в нашем клубе, в Самаре, на сегодняшний день, получается, что вот эта вертикаль начала работать. Появились тренера, которым дано персональное задание, которые подписали, видимо, договора или какие-то обязательства перед клубом. И они показывают, что качество своей работы. Ребята все больше и больше хотят заниматься хоккеем в городе Самаре. В пределах 4-5 лет мы уже будем поставлять тот кадровый потенциал детей для команды КХЛ, ВХЛ и РХЛ. Каждый возраст, каждый возраст. Если по одному два игрока будет давать, это будет школа великолепно работать. Поиграть в лучшей хоккейной лиге Старого Света – мечта каждого юного спортсмена. Однако реальность более прозаична. По итогам Самарского турнира, две лучшие команды Кубка Поволжья следующий хоккейный сезон проведут в высшем дивизионе первенства страны. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Наш следующий выпуск смотрите через час. Увидимся. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Минэкономразвитие считает, что инфляция в России в 2015 году составит 12,2%. Разумеется, если не произойдет никаких потрясений. В Центробанке уверены, что динамика последних недель показывает быструю стабилизацию инфляции. В Минфине считают, что дела идут даже лучше, и инфляция может составить 11-12%. По данным Росстата, на 16 марта в годовом выражении инфляция оставалась на уровне конца февраля 16,7%. Согласно официальному прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам года составит 12-14%. Потролись бы они там что ли из-за цифр? Все развлечение. В феврале Объединенное кредитное бюро зафиксировало рекордную долю кредитных заявок с подозрением на мошенничество. Показатель достиг 2,74%, увеличившись по сравнению с февралем 2014 года почти в три раза. Резкий рост мошенничества происходит в том числе за счет активизации индивидуальных мошенников, которые наиболее активны в сегменте беззалогового кредитования. Это граждане, которые оформляют кредиты на себя, предоставляя заведомо недостоверные сведения о своем доходе или работодателе, а также поддельные справки о налоге на доходы физических лиц и трудовые книжки. Российский фондовый рынок открылся во вторник снижением котировок. Индекс ММВБ опустился до отметки 1599 пунктов. Лидеры падения – акции Распадской, Новотека, Яндекса, Московской биржи, Русгидро и АФК-система. Среди лидеров роста – бумаги «Полюс золота», ОГК-2, ЛСР, КАМАЗ, Россетив и Преф и Мичелла. Российский рынок на старте торгов следует за ценами на нефть. На западных площадках умеренно негативное настроение. В понедельник европейские и американские площадки закрылись разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P растет. Курс доллара на 24 марта – 59,44 рубля, курс евро – 64,14 рубля, золото стоит 2257 рубля за грамм, серебро стоит 30,90 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 55,52 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Теннисистки выиграли Кубок Ладоги. Баскетбольная Самара досрочно обеспечила себе место в плей-офф Суперлиги. Вахит Абасов претендует на звание чемпиона страны по боксу. В набережных Челнах 18-летние боксеры определили чемпионов по Волжье. За Самарскую область на ринг вышли 10 спортсменов, в том числе тольяттинцы Вахит Абасов и Рафих Ханделян. По результатам боев рефери присудили боксерам победные очки и вручили золотые и серебряные медали. Кроме чемпионского титула Вахит Абасов получил путевку на первенство России. В мае лучшие спортсмены страны встретятся в Кургане. В мужской баскетбольной суперлиге появился новый лидер. Это клуб Самара СГЭУ. Для команды это лучшее достижение с момента возрождения в 2012 году ее профессионального статуса. В прошлом сезоне экономисты остановились в шаге от плей-офф. Девятое место в регулярном чемпионате. До очередных матчей на вылет Самаре осталось провести три встречи, которые мало что изменят в турнирной таблице чемпионата страны по баскетболу. В Ленинградской области самарские теннисистки выиграли международный юношеский турнир Кубок Ладоги. В одиночном разряде отличилась Мария Бондаренко. В финале она уверенно победила москвичку Александру Епифанову 6-2-6-3. Еще одну золотую медаль Бондаренко взяла в паре с Владой Ленской-Богомоловой. В матче за чемпионство они одолели тандем Диана Янатовская-Томск-Александра Епифанова-Москва со счетом 6-1-7-6. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова